Доброе утро! На сегодняшний день у нас в округе проживает 81 ветеран, в том числе 24 инвалида Великой Отечественной войны. Соответственно, 57 участников Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых действиях с 1941 года и 1945 года. Я включаю войну с Японией, да? Нет, но по 3 сентября 1945 года. По 3 сентября 1945 года. Потому что сейчас все меньше и меньше ветеранов остается. Но вот война с Японией, там уже кто, видимо, помоложе, они пришли, они тоже являются участниками Великой Отечественной войны. Ну уж так, чтобы и молодежи напомнить о событиях тех лет. А какую сумму составит выплата и в какие сроки она будет выплачена? Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей всем, всем категориям, участникам и инвалидам. 10 тысяч рублей. Выплата произведена уже в начале мая. То есть, вчера зачислено в кредитное учреждение, то есть в банке. Сегодня крайний срок выплаты для почты. Почта сегодня, последний день, будет разносить по домам ветеранов. Так, чтобы и дети понимали, которых, да, может быть, родители живут на расстоянии. И чтобы они не переживали, мы говорим сейчас о доставочных организациях. Они имеют разную форму, да? Разную форму. То есть, почта России это наличными. Наличными. А кандидат организации? Домой. То есть, это как было давным-давно. Да, почтальон с сумкой большой приходит и приносит деньги домой. И за них нужно только расписаться. И вручается, нужно расписаться, да. Причем они могут быть выданы только лично. Только лично. А в случае... Либо по доверенности, по официальной. А если есть официальная доверенность. Если есть официальная доверенность. В случае, если ветерана не застанут дома человека? Ему принесут на следующий месяц. Уже вместе с пенсией. Понятно. И так будут ходить к нему полгода. И там тоже причины могут быть разные. Находится в отъезде, у родственников, по болезни. И это касается только тех, кто получает деньги наличными. Наличными. Дома. А кредитные организации они перечисляют? А кредитные организации зачислены уже на счет. Деньги уже на счету. Можно пойти уже с карточкой в банкомат и снять эти денежки. Ну, это радостное известие, конечно же. И то, что хорошо, такие формы поддержки ветеранов войны есть. А вообще, если побольше узнать о тех, кто еще жив. И слава Богу. Кто помнит те события. Можете сказать, у нас кто является самым старшим по возрасту из ветеранов Великой Отечественной войны? Мы провели анализ, да, списочный состав. У меня такой уже большой, 81 человек. И мы нашли там самого пожилого, так скажем. Ему 24 апреля этого года исполнилось 99 лет. Проживает он в Сургуте. Так. Киселев Сергей Александрович. 99 лет. 99 лет, да. А, кстати, вот если говорить о пенсиях, вот возраст, я немножко отойти от темы. Возраст, он играет какую-то роль при начислении пенсии? Возраст. Вот чем дальше человек проживает, чем дольше проживает, тем больше у него пенсия, например. Какой молодец. Пример для других. Да, это влияет на размер пенсии, если вы, достигнув пенсионного возраста, не стали оформлять пенсию и не уходите на нее. Просто откладываете выход на более позднее время. Вот за это время отложения выхода на пенсию начисляются премиальные баллы. Да? Да, и за каждый год, вот за один год одна цифра, за два года вы отложили другая цифра, и так до 10 лет можно отложить. Премиальные баллы даются. Понимаете, да, дорогие друзья? Мы думаем о пенсии, но должны думать все-таки о работе прежде всего. Да, пожалуйста. Людмила Равильевна, сейчас есть у вас возможность от лица сотрудников Пенсионного фонда России. Вообще, вот, наверное, как всех от нас, от людей, поздравить ветеранов Югры, ветеранов Великой Отечественной войны с наступающими праздниками. И всех, вообще, всех нас, югорчан, зрителей нашего телеканала. Да, коллектив отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре от всей души поздравляет ветеранов и участников Великой Отечественной войны с наступающим праздником Великой Победы. Здоровья вам, самое главное. Мы присоединяемся к вашим пожеланиям и поздравлениям. Большое спасибо и хорошего дня и с наступающим праздником. Спасибо, спасибо большое.